Провели крупную и успешную операцию по задержанию крупнейшей преступной группировки. Сегодня утром сразу в разных точках столицы и Подмосковья задержали 14 человек. Всех их подозревают в организации более десятка убийств. Подробности того, как попалась эта банда, нам в прямом эфире расскажет наш корреспондент Николай Соколов. Он находится в поселке Удельный, Раменского района Подмосковья. Именно там вот этой ночью происходило задержание, причем в прямом смысле с боем. Николай, добрый вечер. Расскажи, как проходила эта спецоперация. Есть какие-то подробности? Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот сейчас здесь, на улице Горького, в поселке Удельный, Раменского района, находятся десятки журналистов. Приехало очень много съемочных групп. Многие, конечно, пытались попасть. Но вот как сейчас мы здесь увидели на месте, это достаточно элитный поселок. По сути, это огромная улица с отдельными коттеджами, которая находится с большими железными заборами. Именно здесь сегодня ночью, по информации источников следствия, по информации многих средств массовой СМИ, там проводилась спецоперация, в результате которой и были задержаны не только участники банды, но и ее главарь, который, по предварительной информации, открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ну и в ответ было принято решение о его уничтожении. Мы попытались попасть с другой стороны этой улицы. По сути, там находился старый заброшенный участок, через который удалось увидеть, как действительно сейчас продолжается задымление на месте, где шло задержание. Там уничтожен не коттедж, а пристройка к этому коттеджу. Для чего вот сюда приехала пожарная, скорее всего, сейчас продолжает ликвидировать последствия этого сгорания. Но мы видим здесь очень много сотрудников следственных органов, очень много полиции, машины, дорожно-патрульные службы. Движение не перекрывали, но при этом съемочная группа попасть на территорию именно самой улицы Горького, непосредственно где располагаются дома, вблизи того места, где шла спецоперация, сейчас туда попасть не представляется возможным. Очень слабое освещение на улице, но при этом соседи вот этой семьи, которая жила в этом доме, говорят о том, что она ничем примечательным таким не отличалась, но при этом сегодня ночью действительно слышали очень много выстрелов. Ну вот что еще говорят местные жители поселка Удельное. Слышали в начале выстрела. Было как будто перестрелка, примерно так было. Потом все затихло, и практически все успокоились. Я, в принципе, уже лег спать. Но потом просто было огромное зарео, был пожар. Это ночью? Да, это ночью, это было где-то часов три. С трех до четырех происходило все. Я слышала выстрелы, и вроде как думала, ну что такое, три часа ночи какие-то взрывы, выстрелы, больше ничего не знаю. А потом вот Мариат Барна пожар видела. По некоторой информации, участники данной банды, которые были задержаны, могут быть причастны к убийствам, которые совершались на территории подмосковных трасс. Об этих убийствах сообщали средства массовой информации, писали и автовладельцы в социальных сетях еще летом. Первые убийства начались еще в начале июля. Тогда, напомню, среди жертв оказались совершенно разные люди. Это были, например, и артисты театральной студии, это была и пожилая семья. И тогда убийства отличались особой жестокостью, и почерк повторялся. Автомобили останавливались на трассе после того, как колеса машин были проколоты. Ну а дальше по водителю и пассажирам открывалась стрельба. У водителей пропадали только удостоверение личности. Все ценные вещи преступники не забирали. Но пока, как говорят следствия, делать выводы какие-либо преждевременно. Преждевременно. Следствия сейчас очень аккуратно в комментариях со СМИ общаются. Но достаточно мало информации дают. Говорят, что, опять же, связывать сегодняшнюю ночную спецоперацию с убийствами на трассе пока преждевременно. Но при этом журналисты сейчас многие об этом сообщают. И судя по тому вниманию, которое приковано к этой проведенной спецоперации, я еще добавлю, что проводилась она не только здесь, в Раменском. Но также известно, что участники банды были задержаны на Дмитровском шоссе в российской столице. Но и также часть обыска была проведена в районе нескольких улиц. Например, в Красносельском районе Москвы. Ждем подробности. Возможно, что уже в ближайшее время от Следственного комитета и других важных оперативных и силовых структур появятся новые комментарии. Дмитрий. Да, Коля, конечно, будем надеяться, что это действительно те самые бандиты, которые терроризировали стали трассы Подмосковья за последние несколько месяцев. Я напомню, с нами на прямой связи был мой коллега Николай Соколов.